Всем привет! Сегодня мы вместе с вами обедаем. У меня пюре, потом я на гриле сделала рыбку. Мы сегодня купили большую такую рыбку. Костя ее нарезал, получились стейки и мы еще засолили. Здесь у меня салат, помидоры домашние, огурчики, лук и сметана. Ну и соль, конечно. Так, я сейчас перемешаю быстренько это все. Берите то, что-нибудь вкусненькое. Давайте вместе кушать. На такое хорошее настроение. Сейчас буду с вами делиться новостями. Перемешала я салат. Рыба у меня просто жареная на грильской роте на масле и присалена чуть-чуть солью. Ну и пюрешка, как всегда, молоко и сливочное масло. Купила я новую посуду. Вот эта тарелка, новая доска. Мне эта тарелка очень понравилась. Я когда домой приехала, потом думаю, зачем я ее купила. Сейчас смотрю, она такая красивая. Кстати, кто покупает посуду, вам совет. Когда нагреваете наклейки феном и остается липкость, протирайте растительным маслом. Я раньше не знала, мучилась. Так, давайте снимем кожурку. Я вчера уже целый день хотела рыбу. Знаю, недавно только была картошка с рыбой. Ну, простите. Это форель. Насколько вкусно. Ну, смотрите, мы даже в доме, с другой стороны от нас, балкон делают. Остекление. Сейчас будем отвечать на вопросики. Так. Я заскринила вопросы, чтобы было удобнее. Что-то не грузит у меня. Так. Вопрос первый. Откуда у вас башня помощницы у Лёвы? Очень много таких вопросов поступают и в Инстаграм, и в Ютуб на влогах. У нас башня помощницы от торговой марки Дуркузи. У нас от торговой марки растущий стул у Лёва, на котором я сейчас снимаю. Он очень устойчивый. Также башня помощницы у нас тоже от торговой марки Дуркузи. И еще у нас есть стол, за которым Лёва рисует. Читаем. Со стулом. Фотки сейчас приложу. Видео приложу. Посмотрите. С башней помощницы Лёва стал более самостоятельным. Он очень любит мыть свои игрушки. С удовольствием чистит зубы по утрам. Легко может залезть и выбраться из нее сам. Также у кого тоже дети хотят вам помочь во время готовки. Это очень удобно, когда вы готовите, и ребенок готовит что-то с вами вместе. Ссылочку на башню помощницы я оставлю в комментариях под видео. Обязательно заходите, смотрите. У нее стильный дизайн на сайте. Она представлена в нескольких оттенках. Очень хорошо вписывается интерьер. Также, что немаловажно, она очень легко складывается и не занимает много места. Даже Лёва здесь немного пахныкал, что мы ее убрали. Что он хотел играть еще и с игрушками. Она ему очень нравится. В комплект входит такая защитная шторка. Получается, ее открыть может только взрослый. Также вот такие накладки. Накладки также дополнительные вы можете приобрести. Разные комплектации этих стульев есть. Ева материал накладок на ступеньки. Они не впитывают влагу и защищают материал от износа. У башни нет острых углов. Все углы башни срублены для еще большей безопасности вашего ребенка. Плюс, мне кажется, огромное то, что эта мебель вся стильная. Смотрится в интерьере очень красиво. Все ссылочки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Заходите, смотрите. Это, наверное, видео выйдет раньше, чем выйдет влог. Про то, как мы ездили уже согласовывать кухню. Мы, получается, сделали проект. Потом решили менять, кто не смотрел влоги. Технику на белую. Мы сначала сделали проект с черной техникой, потом решили с белой делать. Вот мы ездили в Ульянс. Были записаны по записям. И опаздывали. Вот так распоряживалась. Я думала, мы опоздаем и опять не согласуем. У Кости уже скоро закончится отпуск. Мы уже не успеваем, если честно, в отпуске ложиться и сделать все. Ну ладно. Так люблю вот этот сок. У меня там хлеб свежий лежит. Я сейчас, наверное, схожу за ним. Пять секунд. Сходила я за хлебом. Хрустящий прям. Спасибо за обратную связь по поводу садика. Очень было много комментариев, что наоборот, надо стрелять на полдень. Что привыкнут. Плакать не будут. Но знаете, у знакомых вижу детей и слышу, что в основном все, и кто больше года ходит, и все плачут, и все не хотят идти. Даже те, кто на полный день. Я лично за себя отвечу. Я садик не любила. И не хотелось туда ходить. Мне хотелось всегда быть дома. Играть не было с кем с Леоной. С Костей уже обсудили, что на полный день мы его водить левого не будем. Также были комментарии по поводу того, про питание Лёва спрашивали многие. До года Лёва вообще не пробовал сладости. В год мы первый раз попробовал тортик, который мы заказали. Я не скажу, что ему сильно понравилось, но потом, честно скажу, мы стали грешить и часто ему давать мороженое. Если он просил купить какую-то вкусняшку в магазине, я ему никогда не отказывала. Кто не знает, нам 2 и 3. И киндер я ему покупала. Получаем много комментариев о том, что нельзя сладости давать этим. Буквально после Кристи, когда было очень много праздников, и Лёва очень много ел того, что нельзя ему. Сладости всякие. Плюс он у нас пил молоко перед сном и ночью мог попросить. И я замечала, что он нормально не ест нормальную еду. Из-за этого молока то, что наедается. И вот буквально, когда я вам рассказывала, что Лёва заболел, он его посыпала. Все лицо, наверное, фотографию сюда тоже прикладывать не буду. Когда пришел врач, нам приписали лекарство, сказали, что это возможная аллергия. Диету Лёва посадили. Плюс у него был кашель, плюс у него был насморк. Я полностью убрала аллергены, я убрала молоко. Я много что исключила. Я убрала все сладости. Кстати, во влоге покажу, что я скупила вместо сладкого. тем изменять. Потому что многое... Мы покупали сладости после года. У него правильные вкусняшки. У него никогда аллергии такой не было, что прям явно нелица. И знаете что? Перестав пить молоко, давать ему вкусняшки, он стал есть всю еду, которую я ему даю. У нас больше нет такого, что он садится и не съедает обед или ужин. Он сам садится утром и просит кушать. Благодаря тому, что вот такая ситуация сложилась не очень хорошая, я поняла, что должно быть очень чистое питание. Наверное, в ближайшее время я ему вообще сладости такие не дам. Никакие конфеты в магазин и ничего не буду давать. Скажу честно, когда ему обсыпало лицо, я очень испугалась, себя винила. Когда мы мазали кремом, он плакал очень сильно. Было тяжело. Морально. Знаю, конечно, это все пройдет. Когда Лёва был маленький, он ел годы и пяти, он точно не пробовал нормальные какие-то сладости. И он ел авокадо, всю еду ел, всю полезную, фрукты в любом количестве, которые я ему давала. И киви. Как только в рацион вошли у нас сладости, он перестал есть авокадо, перестал есть киви. Мясо вообще плохо ел. Сейчас он ест и рыбу, и курицу, и говядину. Мы купили все домашнее. Так что все-таки сладости, которые сейчас есть, там составы ужасные. Так, давайте дальше. Так что для меня эта ситуация была переосмыслением. Когда я увидела другие детей, когда я увидела год, я говорила, я никогда не буду вас сладко. А вот нам пошло-поехало. Так, тут про садик, остальные очень много комментариев. Так, Полина, 4, 7, 8, 9, большой тебе привет. Как относится к татуировке, вы хотели бы себе набить? Я как-то извините, рассказывала, что я в юности очень хотела, но у меня мама не очень хорошо относилась к татуировке. И Костя тоже, когда мы встречались, начали. Смотря назад, я очень рада, что я не сделала. Понимаете, я даже не знала, что я буду делать. Мне просто нравился у кого-то шрифт или татуировка надписи. Я очень рада, что я не сделала, потому что смотрю, кто сводит большие тату, у кого-то на ноге, на бедре, на животе. Это, во-первых, очень больно. мне нужно много сеансов, и это очень дорого. Потом еще шрамы могут остаться. Так что я нет, не хотела бы. Мне нравится на других, но я не хочу на себя. Так. Снежан, скажите, пожалуйста, как вы после родов пришли в форму? Шикарно выглядит. Спасибо большое. Очень приятно, конечно. Но форму после вторых родов до сих пор я не пришла. А хотелось бы. слюкарно. Шлемый. Когда я была беременна. Я, помню, очень старалась не набрать. В ту беременность набрала первую 6,5 килограмм. С Германом, наверное, я набрала 10 плюс. Точно набрала. Может, 11. тогда я вообще себе ни в чем не отказывала. Честно скажу. Честно скажу. Слушаю историю, как набирают 30 килограмм в 25 и более. Хотя, как говорят, большой вес легче скинуть, чем, например, кто-то хочет скинуть 5 килограмм. Конечно, мне мотивация нужна, чтобы скинуть. Чем больше вы прибавляете за себя, скажу. Чем кажется чуть незаметнее. Чем кажется незаметнее, что вы прибавили, а потом, став на весы, опа, лишние 10 килограмм. Зато утром заселась, я 61 килограмм 550 грамм похудела. Я хочу весить 54-55. Мне в этом весе комфортно. Знаете, главное, что тоже не сам вес, а еще качество тела. Один и тот же вес может по-разному смотреться на вас, например, может по-разному смотреться 60 килограмм. Приятного аппетита. У меня вопрос. К следующему видео. Меняется ли любовь между супругами, когда появляются дети? Ух, уходит ли кто-то или что-то на второй план? Как вы с этим справляетесь? Наверное, меньше времени уделяться становится после самих родов. Когда вы еще не понимаете, что с вами произошло, тем более первых родов. Когда, например, когда я за себя говорю, дети полеют. Когда дети болеют, уже ни на что времени. не только не на ужин, но и на себя. А если болеют сразу два, и вы с ними вместе? Важно разговаривать и проводить вместе время. Даже когда говорят, что времени нет, чтобы вместе проводить. Но дети же ложатся спать. Потом же у вас есть свободное время. Не в телефоне сидеть, а с мужем провести время. Можете фильм посмотреть, посидеть поговорить. Мы часто практикуем, когда дети уснут. Сидим, разговариваем. Обсуждаем планы. Очень много вопросов про как вы знакомились. Хотя мы вроде этому столько видео посвящаем именно этому вопросу. Как мы познакомились, как начали встречаться. Когда будет видео с Лианой и с ее мужем? С Лианой мы хотели в ближайшие дни снять. А вот с Артемом не знаю. У них сейчас стройка во все идет. Конечно, лучше рассказывать с Лианой нам бы видео вставила. Давайте сначала с Лианой снимем. Свету прошу у нее. А потом мы, может быть, четверым соберемся. Мы последний раз виделись на Кристины. Чтобы все вместе. Нам нужно, мы просто так не собирались. Яна работает, Артем на стройке там. У нас рабочие работают. вы не представляете, как было вкусно. Я сначала хотела сделать рыбку и рис. Но до этого я готовила бешбармак и потом готовила плов. Ничего не сняла. Подумала, опять рис. Ну, только рис был, опять левый рис. Думаю, надо сделать пюре. Пюре очень любит. Так что, пюре с рыбкой. Спасибо, что были сегодня со мной. Очень вкусно поела. Просто безумно. Больше буду снимать домашней еды. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.